Аэропорт Платов 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 В этом году рыбаки со всего региона собрались в хуторе Курган Азовского района, чтобы блеснуть навыками приготовления главного донского блюда. Праздник Донскую хи, блюдо, которое входит по праву в 100 гастрономических товаров, которые сегодня интересны туристам, приезжающим к нам в гости, оно самое разнообразное. Традиционные угощения и другие местные явства и вправду привлекают тысячи жителей и гостей региона. Среди казацких фуражек и попах можно встретить и широкополые сомбреро. Но переживать не стоит. Ухи хватит на всех. Местные повары на этот раз приготовили 500 литров наваристой похлебки. Секретики раскрывают, конечно, не все. Главный ингредиент – рыба. И чем ее больше, тем лучше. Добавляют также томаты, лук и самое важное – душу. Рыба, чтобы было разнорыбиться, чтобы было хотя бы четыре породы рыб, чтобы уха была более наваристая. Ну и потом добавляем туда яблоки, перец, томат. А под конец грамм 100 беленькой, как говорят казаки, для благородности. И обязательно потушить бурлящий бульон поленом. Вот уха и готова. Осталось попробовать. Главное – не проглотить язык от удовольствия. Но сперва надо выстоять огромную очередь. Скрасить ожидания помогают казачьи песни, купание в Дону, многочисленные конкурсы и соревнования. В следующем году территорию столь полюбившегося жителям и гостям региона праздника будут расширять. А значит, впереди и рекорды по количеству сваренной и съеденной за день ухи. Ростовскую фан-зону накрыло цунами из эмоций. Так сильно поддерживали российскую команду на Дону. Первый гол в четвертьфинальном матче «Россия-Хорватия» за нашей сборной. Этот поединок стал самым напряженным и волнительным для болельщиков. Море из людских голов в этот день затопило ростовскую театралку. А дружные возгласы облегчения и радости попеременно сменяли друг друга. Так негодовали болельщики после ответного гола хорватов. А уже через пару минут радовались спасительной штанге, оградившей нас от второго мяча противников. Не сломил российскую оборону и невероятный напор хорватов во втором тайме, но притупил внимание во время дополнительных экстра-таймов. И вот, счет уже не в нашу пользу. Надежда есть, но глаза болельщиков предательски застилают слезы. От напряжения атмосфера вокруг наэлектризовалась настолько, что еще чуть-чуть и полетели бы искры. Все изменили два удара – угловой Дзагоева и точный прием Фернандеса. От ликования болельщиков и корреспондентов трясутся операторские камеры. Энергией, которую фанаты посылали футболистам, можно было бы подпитывать огромный мегаполис многие годы. Перед решающим пенальти нервы у многих не выдерживают. Спасает лишь молитва, но и та вводит в заблуждение, когда не сразу понятно, забили или нет. Если в матче против Испании Акинфеев сотворил чудо, то в этом поединке вверх взяли эмоции и неудача. 3-4 по пенальти и чемпионат для России закончен. На лицах болельщиков грусть, но светлая и в паре с Надеждой. Они молодцы, до такого мы никогда не добирались. Красавцы. В прошлый раз нам повезло, в этот раз не повезло. Россия чемпион, мне больше нечего добавить. Молодцы. Спасибо Акинфееву, спасибо тренерам, спасибо болельщикам. Товарищи, мы поддержали нашу сборную. Спасибо им и спасибо нам и вам. Вот, товарищи! Как говорится, чтобы выиграть войну, нужно проиграть бой. Это поражение не стало разочарованием для болельщиков. Впереди у российской сборной светлое будущее. И уже никто в этом не сомневается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова